Фотографии на смартфон в автоматическом режиме получаются легко и быстро, однако бывает вот такой результат. Фотография смазанная, нечеткая, слишком яркая или темная. В таких ситуациях на помощь приходит режим Pro или расширенный режим фотографии. Называться он может по-разному. Находится обычно в приложении камеры смартфона в меню выбора режима фотографии. В этом продвинутом режиме можно настраивать всякие штуки вроде ISO, выдержки, диафрагмы, фокуса и баланса белого. Но что это за параметры, как они влияют на снимок, как их настроить правильно, что крутить в первую очередь, а что лучше вообще не трогать. Разберемся на практике с конкретными сценами, чтобы научиться снимать вручную, когда автоматика не справляется. Качество снимка зависит от железа, то есть камеры. Даже идеальные настройки не помогут сделать детализированную резкую фотографию, если камера слабая. Маленькая матрица, так себе оптика, отсутствие стабилизации. С такими параметрами снимок будет смазанный, размытый, а мелкие детали будут превращаться в неразборчивые пиксели. Подробнее о камерах в смартфоне и характеристиках мы рассказывали в этом ролике. Но чтобы примерно понять уровень камеры в конкретной модели смартфона, можно изучить сторонний рейтинг DXOMark. Там популярные смартфоны проходят тесты автофокуса, цветопередачи, детализации и прочие испытания, которые позволяют оценить качество и возможности камеры. По результатам проверок выставляется оценка и смартфон занимает место в рейтинге. Еще детализация и четкость картинки зависят от количества попадающего на матрицу света. Чем его больше, тем больше информации камера может зафиксировать. Да, и достаточное количество света довольно просто. Яркая освещенная комната, солнечный день. С такими сценами даже бюджетные смартфоны справятся адекватно. Но если уровень освещенности низкий, то камера будет повышать его искусственно через разные цифровые параметры. В смартфоне они называются ISO, выдержка, экспозиция и диафрагма. Их можно настроить в режиме PRO. Все они отвечают за свет, но по-разному. ISO или светочувствительность матрицы позволяет сделать фотографию светлее. Значение используется сопоставимое с пленочной фотографией. Но если изначально ISO и правда зависело от химии пленки, то сейчас в цифре это как бы усиление сигнала. Картинка при этом, да, она становится светлее. Но чем больше усиление, чем выше крутим ISO, тем сильнее проявляется цифровой шум, который останется на фотографии. Его можно заметить при настройке параметра, особенно в темных местах кадра. Вот так он выглядит. Если шум на фото не критичен, то можно так и оставить. А если от него нужно избавиться, то лучше не выкручивать ISO, а недостающий свет добавить с помощью выдержки и экспозиции. Выдержка обозначается буквой S или как единица, деленная на число. Это единица секунда. То есть единица, деленная на тысячу, это тысячная доля секунды. А если выставить 15, выдержка будет 15 секунд. Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, чтобы на матрицу попадал свет. Выдержку и работу затвора проще сравнить с морганием. На солнце долго смотреть не получится, а в темноте, наоборот, мы стараемся вглядеться подольше, чтобы что-то увидеть. Чем больше значение выдержки, тем больше света попадает в кадр, тем больше информации сможет сохранить камера. Поэтому для съемки ночью или в недостаточном освещении можно крутить этот параметр. Но на длинной выдержке при съемке с рук будут возникать смазы и затряски камеры. Поэтому для съемки нужно ставить смартфон неподвижно или использовать штатив. Но даже на зафиксированной камере все объекты в движении будут выглядеть смазанно. Длинная выдержка часто применяется в художественных целях. Например, чтобы оставить след от фар, успеть нарисовать что-то фонариком в стиле фризлайт или избавиться в кадре от людей, машин и всех движущихся объектов. Но также часто требуется выдержку уменьшить. Например, для съемки спортивных мероприятий или быстрых действий, которые должны получаться четкими на фотографиях. Экспозиция, точнее экспокоррекция, позволяет добавить освещение в снимки или убавить. Экспозиция может обозначаться в камерах по-разному. Аббревиатурой EV или иконкой с плюсом и минусом. Экспокоррекция работает с теми параметрами, которые пользователям явно не заданы. Если все параметры автоматические, то экспокоррекция меняет ISO и выдержку. А если выдержка задана вручную, то возможность экспокоррекции отключается, хотя скорректировать ее можно через ISO. Регулировать экспозицию можно и в обычном автоматическом режиме. Для этого нужно тыкнуть на экран и камера сама проэкспонирует кадр в зависимости от того, в какую точку вы указали. Если света все еще не хватает или наоборот его слишком много, параметр можно вручную отрегулировать ползунком, который появляется на экране. В некоторых смартфонах есть регулировка диафрагмы. Это то же самое, что и экспозиция, только с небольшой регулировкой глубины резкости. То есть этот параметр, как и фокус, отвечает за то, какой объект будет в кадре четким. Но вместо диафрагмы лучше отдельно регулировать экспозицию, а отдельно фокус. Автоматический фокус в режиме Pro можно поменять на ручной. Этот параметр отвечает за то, какой объект будет в центре внимания, а какой размыт. Однако на маленьком экране смартфона не всегда понятно, какой объект размыт, а какой нет. Особенно, если снимать на улице при ярком солнце. В таких условиях поможет автоматическая фокусировка. И если смартфон в режиме автофокуса с первого раза не может понять, какой объект должен быть на переднем плане, можно ему помочь, тыкнув на экран зону этого объекта. Еще в режиме Pro можно настроить баланс белого. Он обозначен аббревиатурой WB. Баланс белого отвечает за температуру фотографии. То есть картинку можно окрасить либо в теплый желтый, либо в холодный синий цвет. Эта настройка поможет при съемке в помещении с искусственным светом, потому что лампы могут давать теплый желтый свет или холодный синить. Автоматический баланс белого во многих камерах неплохо справляется с этой задачей сам, но если не справляется, то стоит подкрутить настройки. Вот для чего именно нужен баланс. Сделать тонну фотографии естественным, как в жизни, чтобы белый, независимо от освещения, был максимально похож на белый. Сейчас разберемся, как регулировать все эти настройки в определенных сценах. Для съемки быстрых объектов без смазов, например, на спортивных мероприятиях, нужно ставить короткую выдержку. Если начинает не хватать света, то добавляем его с помощью ISO. Объект на большой скорости будет снят максимально четко. А для получения смазов и съемки ночью, наоборот, нужно ставить длинную выдержку. И такие фотографии нужно делать со штатива. Чем длиннее выдержка, тем больше смаза и света. Поэтому значение ISO выставляем меньше, чем обычно. Заодно и от цифрового шума избавляемся. При съемке в слабом освещении придется искать баланс между смазами и слишком большим количеством шума. Вместо увеличения выдержки можно приподнять экспозицию, чтобы смазов было меньше. Если освещения достаточно, то выдержку можно поставить на автомат, чтобы не думать о слишком больших смазах. А количество света можно регулировать с помощью экспозиции и ISO. Для режима портрета и макро не обязательно полностью крутить фокус вручную. Можно обойтись и стандартным режимом. Если нужно снять какой-то объект, то можно его выделить и камера сфокусируется на нем. Заодно и добавить светоотносительно объекта. Экспозицию здесь можно подкрутить ползунком. Если нужно снять объект на заднем плане, а передний размыть, просто выделите его и камера сфокусируется на нем. Не все настройки в режиме Pro нужно менять. Фокусировку и баланс белого можно оставить на автомате. Выдержку ISO и экспозицию нужно крутить в зависимости от задач. А если снимаете при хорошем освещении и надо просто сделать кадр, где все будет видно, можно обойтись авторежимом. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok